Дорогие друзья, уважаемые зрители канала Любимого ТВ, обожаемые мои подписчики и, конечно же, все, кто еще подпишется, у вас очень хороший вкус. Я надеюсь, интуиция замечательная. С вами Татьяна Любимова, я природная ведающая. Дорогие, я смотрю экстрасенсорно, когда вы обращаетесь на индивидуальные сеансы, дистанционные сеансы. Дорогие друзья, информация есть под каждым видео, в шапке профиля, заходите, смотрите туда. Время указано, когда лучше обращаться. И сейчас будем с вами смотреть, что там человек осознал по поводу вас, осознал ли он вообще хоть что-то. Сразу смотрим. Императрица, вы имеете все шансы на воздыхателя, который будет вами восхищаться, который вас будет любить и уважать. И все шансы быть самой лучшей, значимой женщиной для какого-то счастливчика. То есть тут хорошие, красивые позиции. Если мужчина ищет, то он ищет сразу королеву. Императрицу. В плане того, что просто так ему не надо, ему нужна мать драконов. Как здесь изображено, мотору драконов. Ну что, давайте посмотрим самого мужчину, что он сейчас из себя представляет на данный момент времени. Во-первых, находится в страданиях, в переживаниях. Вот проняло ли его по поводу вас, да еще как. Еще как. О, подвешенное состояние. Вместе с не очень хорошей энергией. И дурак перевернутый. Сразу три старших аркана, вы посмотрите, что с ним творится. Или сейчас, или никогда. Когда у него сейчас самая необыкновенная трансформация в его жизни. Когда его буквально, знаете, как волшебные пинки. На пиндюлях он вот этих вот летает. Летает себе, да. Должен уже что-то понять и не понимает. И вот даже вот эта свобода, которая идет у него по дураку, по шуту. Когда нужно начинать все заново. Перестраиваться, все перекраивать по новой. Не бояться ничего. Ему не в коня корм. Вот почему так. Настолько он устал, настолько ему страшно. Настолько он подвис и ничего не хочет делать. А ведь старший аркан, он должен сейчас пользоваться каждым моментом. Из всего извлекать только самое, при самое наилучшее. Какая вы сейчас для него? Какой он видит вас? Ох, во-первых, вы для него маг. Вы для него сильная женщина. Вот вы как раз таки за что не возьметесь. У вас все спорится. Вы и на работе может быть супер специалист. И обучение у вас. Может быть там три высших. А может быть у вас нет высшего образования. Но вы умны просто по природе своей. Можете управлять. Можете даже манипулировать. Вы любящая. Все шансы для любви с вами. Вот здесь как одинокий волк. Даже он тянется к вам. Ваши объятия на ваши флюиды. Вы очень такая сильная и значимая для него женщина. И причем еще жезловая. Понимаете? Активная. Он вас очень сильно уважает. Он даже где-то вас побаивается. И здесь аркан императрицы очень схож. Но почему-то жезловая здесь на единороге. И у нее маленький дракончик в руках. Она такая здесь более милая. Более женственная. Нежели в классическом описании. Таро жезловая. Она больше такая женщина иногда воин. Женщина вамп. Огненной энергии. А он вас видит мягкой. Деятельной. Активной. Самостоятельной. Но мягкой. Прекрасной. Давайте посмотрим, какая вы на самом деле. Как вы себя видите. И потом напишите, совпадет или нет информация. Вы себя какой позиционируете. Вот между прочим, у вас колесо фортуны, колесо судьбы. Вы фортовые, но сейчас что-то не сдалось. Может быть вы забыли о том, что счастье на вашей стороне. Может быть вы сами понимаете, что сейчас прям все бьет. Да. Да. Знаете, бывает, когда через пень колоду. Но значимые моменты судьбы, жизни. Вы чувствуете, что есть перемены. Хотите этих перемен. Хотите все шансы использовать. Да. Воспользоваться тем, что вам дано. И даже эти отношения вы пытаетесь. Вот возьму я этот шанс. А там уже, ну, получится-получится. Нет, так нет. И как раз таки получается, что вы схлопатываете шишек. Себе пока что. И есть внутреннее разочарование, пресечение уже какое-то. И даже недоверие и к человеку, к этому. И вообще к мужчинам, к их поведению, к их отношению. Но все равно есть шанс. Но вы сами себе как бы запрещаете эти шансы брать. И вот у вас как раз таки пашкубков. Вы ушли в пажа. Вы можете поплакать. Вы можете посмеяться. Вы можете поистерить. Вы можете сама придумала, сама простила всех. Все сама-сама да сама. По капризничать. Это наше все. А давайте посмотрим, какой он вас увидел в первый раз. Какая вы ему показались. Какой? Какая вы ему привиделись. Во-первых, женщина, которая видит перспективы. Это не тогда, когда хочу, не могу. Здесь вижу цель, не вижу препятствий. Вот такой он вас видит. Или увидел. Увидел изначально целеустремленный, настойчивый, дерзкий. Причем очень-очень одинокой. Очень одинокой. Очень красивый. Очень самостоятельный. Но, конечно, требующий какой-то заботы о себе. Какая-то здесь ранимость чувствуется. Вот в этом одиночестве, в том, что у вас есть свой путь, и вы его хорошо прорабатываете. Вы все можете сама. И не хватает мужского плеча, или просто защиты не хватает. И вот в этом есть трогательность. Настолько вы правильные, и все вы делаете хорошо. И тем не менее, и тем не менее, и тем не менее, и тем не менее, вот здесь еще старший аркан. Все идет как будто бы против вас. Вот вы можете делать правильно, а получается, а вас думают нехорошо или неправильно. Нет устойчивого, красивого, интересного быта, устойчивой позиции, которая была бы уважаема. Это либо злословие, какой бы вы ни были прекрасны, все равно найдутся завистники, которые будут о вас трепать свои языки. И вот как-то он это понимает. Он здесь, естественно, на вашей стороне. Он вас видит, несмотря на вот это вот какое-то злословие или незащищенность. И возможно, то, что вам нужно быть замужем. Почему-то вот так. Или быть под крылом мужчины. Может быть, так оно и есть, но вы здесь не защищены все равно. Даже если у вас есть мужчина, то вы как-то сама по себе. Вот такой он вас увидел. Так, давайте еще посмотрим. Мысли его о вас сейчас. Какой он вас видит сейчас? Здесь перевернутый аркан мир. Что-то не то и не так идет. Вы очень многого добились. И очень многое уже вам подвластно. И знания у вас есть, и возможности, и опыт. Но сейчас, на данный момент времени, он вас считывает, он вас видит, знаете, когда вы достойны большего. А здесь либо не оценены, либо, опять же, нет поддержки у вашего окружения. Ваши близкие, не все на вашей стороне. Может быть, даже наоборот, вы вообще не находите поддержку, не находите заботу, не находите спокойствия в том мире, где вы живете. Ваше окружение. Вот кто-то идет против вас, не на кого положиться. И он также видит, что вы человек действия. Если вам дать возможности какие-то в ваши руки, у вас все будет спориться, дело будет делаться. Возможно, вы хотите свой бизнес, открыть свое предприятие какое-то, что-то на себя работать, что-то делать и развивать отношения. Но у вас как палки в колеса, или не хватает сил и средств. Хотя у вас должно все для этого быть. Но есть какие-то помехи. Он вас видит сейчас такой. А еще он вас видит... Действительно, вот если вам дать возможности и финансы, вам вообще никто не будет нужен, вы сама справитесь со всем и себе обеспечите свою жизнь финансово, и морально, и материально. И даже мужчина, возможно, вам так сильно-то и не нужен будет. Вот что он видит сейчас. Такие его мысли о вас сейчас. Давайте посмотрим, что там в плане эмоций, чувств и любви. Что он к вам испытывает на данный момент. Так, ну он, надо сказать... Еще посмотреть надо все-таки. Странно. Здесь почему-то показывают, что нет доверия, и он очень хорошо все обмозговывает. Или он не может доверять просто так. С конточка. Он видит вас прекрасно. Он вас уважает. А вот еще опять жезловое. Понимаете, что здесь он видит в вас страстную женщину, но приблизится к вам, как-то боится, что ли. Ему не хватает. Он должен, видите, как? Он должен делать так, чтобы все было правильно. Чтобы потом ни о чем не пожалеть. А вы очень страстная, вы яркая, вы королева. Ну вот опять. Вы знаете, он как бы в некоем кураже от вас. И в некоторых... Знаете, когда улетает человек, ему хорошо в некоторой эйфории, что ли, в некой эйфории от вас. И сам обманываться рад. Вот у него нет... Он четкую позицию ищет, а потом, хоп, его эмоции возвышают, перебивают всю эту логику. Потом он опять себя возвращает. Он должен быть логичным. Он должен вас в первую очередь уважать. Он даже советуется с кем-то на ваш счет. И видите его, как... Его здесь буквально дергает во все стороны. Он искушаем в вопросе вашем. Вот у вас, да, чувства. Вы здесь видите 15-й аркан. Очень сложно. Такие чувства, которые могут перерасти в некую зависимость. Иногда будет хотеться подавлять. Иногда он сам будет закрываться, показывать себя немножко с таких, с разных сторон и даже негативных сторон. Здесь даже может дообью за дело дойти, потому что, ну вот еще видите, он будет свою холодность. Он подавляет свои чувства. Вот его меч, кладенец. Ему нужно, чтобы все было четко, ясно, понятно. Холодность на себя набрасывает. И видите, как он идет как-то даже против себя самого. Он эмоции свои к вам закрывает. И если они есть, да, он не дает им пробиться. А пробьются ли его эмоции по отношению к вам? Здесь перевернуты, правда, аркан, четверочка, пентакли вышел. То есть, да, пока все идет по замкнутому кругу, но должен быть какой-то прорыв. Должен. Даже если этот человек эмоции к вам реальные будет чувствовать, девочки. Потому что, ну да, здесь есть девятка кубков, особенно если он будет под шофе. Когда вот у него вот эта вот его закрытость, ему надо как-то расслабиться или понять, что он достоин расслабления, что он достоин, и вы, естественно, тем более достойны какой-то большей легкости, что ли. Потому что здесь такое напряжение, вот он сам, сам все напрягает, он сам чего-то боится. Давайте посмотрим, шаги его куда приведут в ближайшее время к вам или от вас. Он сейчас сам себе на уме. Это точно. И вот опять же эти перспективы. Понимаете, здесь есть с кем общаться. Здесь он предпочитает общество друзей, но это нехорошо, это не сопутствует его развитию, принятию решений каких-то определенных. И вот эти прекрасные открытые перспективы, которые есть перед ним в неправильном обществе, неправильные друзья с неправильными людьми, они у него закрываются. Но он пока верен себе. В любом случае ему решать. Если он с кем-то и стоит на месте, значит, он так хочет, значит, он так решил. И его переубеждать, обучать как-то, что надо быть по-другому. Он тоже мужик там, ну давай. Давай, это будет нехорошо. Вот ваша императрица и его император. Что возможно между вами в ближайшее время? И вот она, девятка кубков. Она повторяется. То есть это прекрасное время. Препровождение. Это встреча. Это встреча налегке. Это что-то. Выпить чайку. С котлеткой. С огурчиком. Что-то обсудить. Что-то друг другу поведать. В общем, здесь легкости вам не хватает. Расслабленности и легкости. Но вот эта расслабуха, она вас, в принципе, ожидает. А еще будет ли встреча? Хотя, может быть, вы вообще вместе сейчас. Но спросим для тех, кому это важно. Вы сами эту встречу и открытость друг к другу закрываете друг другу. Не доверяете. У многих из вас вообще даже ничего еще и не было. Такого. Более-менее взрослого. Так, ладно, две карты. Здесь нужно прошлое отпустить. Нет, не даете сами себе счастья. Ни вы, ни он. Отвергаете. Вы еще прошлое не можете проработать. Приходится выкручиваться, что воля, что неволя. Может быть, даже у вас, у каждого есть еще другие половина, скажем так. Я это не очень люблю. Вот здесь все застопаривается из-за этого. Ну, все же разные, да. Просто смотреть, видите, опять король жезлов. Вот что это за персона? Это он. Вы жезловая. Вы императрица, и вы больше жезловая. Он император и тоже жезловый. То есть, одна ягода в поле одного сорта. И также два сапога пара. У вас очень много схожего. В оба страстны. Вас очень тянут друг к другу. Есть препятствия. И в основном препятствия в головушке находятся. Но есть еще ряд обстоятельств. Но все-таки здесь уже эти обстоятельства каждый должен решать по-своему. И будет ли это решение. Ну, мы смотрим каждый раз, да, в принципе. Сейчас мужчины почему-то нам показывают, что не так, как хотелось бы. Прекрасной половине не такие деятельные, что ли, да. Дух рыцарства пропал. Ну, или не так, как хотелось бы, ярок. Давайте теперь три вопроса. Давайте посмотрим, как человек относится к вам на самом деле. Вот здесь перевернутые позиции. Я их буду читать перевернутыми. Первое, второе, третье. Можете на разных мужчин, на разных людей. Или на одного и того же. Просто там разные какие-то вариации. Вот этот человек к вам относится, как, в принципе, к какому-то проводнику своему, который не просто дарит свет, но с вами еще легко идти, выстраивать отношения. Или вы с вашей помощью можно делать некие квантовые буквально скачки. Вот все плохо, только с вами раз и какие-то моменты негативные пройдены. Хоп, вы уже в точке, в какое-то достижение своего, да. Только вот с вами свяжись и с кем поведешься, от того и ума наберешься. То есть с вами как-то здесь легко и просто, хотя, вот видите, окружение-то не все так легко и просто. У вас есть знания, у вас есть возможности. И вы тех, кто с вами, тот, кто в вас верит, в принципе, ведете за собой и пути открываете каким-то образом, да. Поэтому здесь к вам отношения, ну, то прям я готов целовать следы, по которому... А, я готов целовать песок, по которому она ходила. Правда, здесь снежок, ну, значит, снег, скорее всего, если это снег все-таки. Ну, в общем, здесь, да, здесь прям вас, вас должны, с вас пылинки должны сдувать, дорогие. Отношение здесь к вам какое? Вот, давайте смотреть, читать, перевернутое значение. Здесь еще шаги не сделаны. Здесь есть страхи, противоречия, здесь не хватает огонька и энергии не хватает. Поэтому, как вам относится? Ну, уж, сори за каламбур, дорогие, да никак. Могло бы быть и лучше. Ну, просто растереть, да, выплюнуть, как говорится. И здесь, вот, перевернутый также был аркан. Смотрим. Вы знаете, здесь, очевидно, человек ищет счастье, но с вами он его не находит, и вы не находитесь. Здесь человек, который может уйти, не объяснив причину. Самым неожиданным образом, в неудобный момент вы будете даже этого не ожидать. Как неожиданное предательство, как что-то такое. Ну, когда остается осадок, вообще, что это было? И когда руками обнимаешь пустоту или хватаешь эту пустоту. Человек-невидимка, фантом. Вот какое-то такое отношение, дорогие. И я думаю, что, ну, тут заморачиваться особо не надо. Это общий сеанс, хотя вы каждое найдёте свои какие-то моментики полезные, да. Вот из этой информации вообще могут быть у вас инсайты. Но, обратившись индивидуально, конечно же, вы получите более развернутые ответы на ваши вопросы. Я смотрю экстрасенсорно по фото в каналах есть на знания и сновидения. Информация под видео. Буду рада помочь. Обращайтесь, но сначала читайте внимательно, что написано большими буквами. Обнимашки тем, с кем мы на одной волне. Спасибо за ваши подписки. Подписывайтесь. Информация под видео есть и телеграм-канал, и чат у меня есть. Наш замечательный только для своих. И вы можете быть в числе своих. Главное, чтобы вы были настоящими. С фейками мы не дружим, с негативщиками тем более. Благодарю вас за ваши донаты, дорогие. Пусть ваши кубышечки наполняются, радуют вас и ваших любимых. До новых встреч. Пока-пока. Быть добро. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok